Занятия в час Когда приходите на занятия, сколько раз уже говорили Берите с собой Священное Писание Берите с собой записную тетрадь и ручку, записывайте Все, свободен Ну не трудно это Бумага, но бумага лучше, чтобы переплетена была И записывай конспект У тебя какие материалы-то сохранятся потом Вчера у нас были гости Я думаю, что Господь благословил нас Их Роман отвез под Степной Оттуда они машину оставили И Женя Долгох привез Я ему позвонил вчера Я говорю, а что ты так торопился До у нас там совещание было Ну я-то с завтра могу приехать То есть может сегодня, но тебе нужен? Он может приехать Я хотел его провести по прудаму Он их сюда завез И сразу уехал А Роман туда привез Сейчас они пересели на свою машину Ну почему они не поехали дальше Видимо побоялись дороги До этого дожди были Поехали, все по-хорошему Все довольные Я Романа спрашиваю, не расслышал Дорогой-то что-то разговаривали У нас с собой? Ну так С твоей темой там они С твоей темой Ну не огорченный Хорошо Они пришли ко мне вдвоем Одного не было филарета Я не знаю, кто ли здесь где-то был И я им подарок сделал Всем подарил по пачке соли Второе Подарил по пачке корней солодки А архиерею 2 У него чаще люди бывают Пускай их чаем ходят Я открыл шкаф и там Только в Володе день назад Наверно стряпал хлеб Я говорю, из нашей муки Вот пекарь И по кирпичу хлеба Они все взяли с благодарностью И хлеб понюхали Я солодку стояли все нюхали Видите как Ничего вроде и нету Господь положил на сердце И вот так получилось Я о солодке-то вначале не думал А потом думал, а что у меня есть Посмотрел По паре голубей дать не возьмут А кумня солодка лежит Я считаю, вчерашний день Был для нас днем благословения Они обязательно Архиерею передадут наш подарок И может быть Еще, если он приедет Еще когда архиерей Продление Того, о чем я сказал Слово ваше Да будет с благодатью Приправлено солью То есть оно должно трогать В душе такие струны Которые давно не работают Заржавели Чтобы коснулось этого Не надо думать А я скажу А они не примут Мне батюшка нередко говорит это Ну ты когда начинал Говорит Какую цель преследовал Я говорю У меня цель одна была Быть верным Господу А примет Не примет Это не я Это Бог открывает и закрывает Он отверзит уши Он примет А как я буду заранее Так ему уже говорили Ну Не двенадцать ли часов во дне Как один человек сказал Пойдем и мы умрем А Господь сказал Не двенадцать ли часов Когда Лазарь воскрешал Пришел Никто их и не убил Поэтому Заранее За Бога Давать Ну какие-то прогнозы Мы этого не можем Он сказал Ты будь верен Пойди и скажи А я говорил Напиши А они не слышат Сделай ролик Или Там фотографии Вот были они так Были говорили Вот так приняли Эти священники Они не молчат Они стараются проповедовать Я даже слышал Это их касается очень Тем более мы все это засняли Это все будет очень далеко Известно видно Ну и Касается это сердец Вы каждый себе положите Я вот слышал Я тебе сказал сегодня Ты веешь когда Ты прямо по Евангелию делаешь Выводы делай и неси Ты слышал Когда собираешь там Будет жатва Я участвую в этом Прямо готовая молитва Ты едешь и Сама молитва должна быть из тебя Потому что я убираю урожай Жатва кончина века А с чем я предстану Господи Не буду ли я плевелом таким Вся задача Плевела отсеять И не удается Вы их травили Они наросли Вот Мы крапива Возле дома Раза три Посекали до корня И опять выросла И выросла вот такая вот Картошку нечаянно тяпнул Как будто не бывало Больше не вырастет Вот так доброе Чуть-чуть это задел Смехнулась И нет А злое прилепилось И ничего не может человек сделать А у меня привычка А привычка Вторая натура И угони в дверь И она в окно лезет И поэтому Если сам не можешь Рядом находящемуся Подскажи Вот у меня брат родной Мы идем Он говорит что-нибудь И у него щуп Он вот так вот А сам так Я говорю Зачем ты это делаешь Что? Воздух захватываешь Я не делаю Ну делаешь ты это Нет Вот сейчас ты дернул головой Где? Ну как я? Давай договоримся Как только Воздух схватишь Или головой держишь Я тебя по спине буду кулаком Хорошо Идем Он опять Я по спине Что? Ну ты сейчас делал Нет Ведь пока дорогой шли Я ему раз пять По спине Да хорошо ударил Потом он так Отскочил Вот сейчас я заметил То есть наконец-то От позвоночника Дошло до головы Ну какой-то способ Найди не так Раз, другой Ты отец скажи Остаешься без завтрака Как у меня Приезжают гости Или без первого Без второго Чтобы ну как-то добиться А то ну не один раз говорили Ложитесь раньше Вставайте раньше Ну еще эту ночь Где-то Ложись вовремя То есть Ну я говорю просто К примеру о чем-то И вот сегодня Если на занятии Ну кто будет Возьмите обязательно Писание Чтобы у вас были вопросы Нам остается быть Три недели А у нас вопрос не решился Как мы выйдем Витя ее загнал Сюда разобрал Роман 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 Не слышишь? Шма Роман Шма Игорь Помогите Чтобы он сделал Чтобы мы картошку увезли Хотя бы Увезете? Когда он приедет На следующий Чтобы поблагодарили Батюшке уже семьдесят Будет Три года Он на пять лет Моложе меня И на костре Там посидели Конечно Он говорит А если дождь будет? У тебя в доме тогда Никак Ну как? Принимаете предложение? Да Наш батюшка удивительный человек Если кто не знает У него качество прозорливости И его слова пускать Просто так мимо никак нельзя Я приехал из Америки И гляжу Этот генпец стоит Геннадий Петрович Дружинин Я говорю А что это за человек? Да это Митин отец приехал А потом мне говорит Нехороший человек А почему? Не знаю Батюшка его только увидел На картошке стоит И говорит Нехороший человек А он давай жалобы на нас Прокуратуру Везде 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 Он засыпал Я приехал Когда Риперт был здесь Прокурор Он показывает Пачка такая Я говорю А почему мер не принимаете? Да он как сумасшедший пишет А нас? Что мы ограбили кого-то Я тут организовал Особый отряд там Ваххабитов У меня шинели были Кителя Я дал ребятишкам надеть Но ни погонов Ничего нету Вы просто так не пропускайте мимо У нас в общине была одна женщина Я могу даже ее назвать Зоя Деянова Помните? Помните? У нее сын Максим Она работать не хотела Муж ее оставил Две взрослые дочери Катя И там Настя были уже взрослые А он уехал в Москву И там остался Мы как не пытались ее на работу устроить Бесполезное дело Она Я только отвернусь Она кому-то подходит дальше Мы запретили ей приходить Ребенку три года Четыре-пять Он бегает Подбежит Мама дай пососать Она ему сиську Ты что делаешь? Чем кончилось? Оба лишенные разума Как будто мозги кто-то вышиб Она сделалась совершенно как ненормальная Ее нормально никак нельзя назвать А он уже все пенсионер Ничего не делает Не работает Нигде Только полицию Или куда-то могут взять Совершенно ненормальный А батюшка с первого дня предупреждал Что это добром не кончится Вот батюшка у нас посмотрел шлюз И говорит Вот эти сантиметры вы считаете А у вас вот так она горбом идет Вода может не подняться Мы поехали А камнями положили Я говорю Вы весной-то выковырнете И пусть вода идет Но батюшка не согласился Говорит Замерзнет Не выковырнет Мы поехали И все камни оттуда подняли И на бордюр выставили Я говорю Батюшка сказал Вопрос снятый Едемте Так вам хочу сказать Если будет Вода сильно подниматься дальше Она пойдет в самом конце Платины Там где с дорогой Она сильно не промоет И если только Случится такое То на следующий год Мы вручную выкопаем Как на первом мостике Чтобы Сделать каменное русло И в случае Повышения Быстрого воды Вода могла сойти И не размыть Я уже там ездил Все присмотрел Где сено Пока спрятать То есть я забочу Сейчас уже о весне Как вы будете Как вы будете Здесь мы Стали вырубать На этом И вдруг нора Вот такая вот По размеру нора Прямо Выходит из дамбы Где рыбу ловите И дальше она конечно Идет вниз Ну я взял капканов Купил на бобров Думаю все таки Я их отучу Поставили Попалась андатра Большая андатра Кошка настоящая Ну мы в капкане Поднеси к шарику Я никогда не ожидал Он только вскочил Раз Один раз жамнул И все она лапой кверху Мертвая Маленько пойдя Я пришел Нигде не могу найти Мы из капкана Вытащил Он ее спрятал И так и не мог найти Вчера приходит Никита Еще одну приносит В этой же норе Вторая андатра Но не Не бобер Ну и Шарику опять дали Он раз жавнул Мертвая Ему дали Я тогда решил посмотреть Через какое-то время вышел Его не видно А там вторая конура Такая Под сорочинным гнездом И он весь В земле Носом зарыл Я привел Туда этого Большого урагана Он близко не подпускает Мертво стоит И нос сморщил из зуба Я его увел И граблями оттуда вытащил А этому урагану дал Он ее взял И так с этим и сфотографировался Увел И он тут же ее растерзал И съел Пошли Так что Так пошли ка вон три ребятишек Никого нету Эй Ну так помогите же Никита На велосипеде побеги Так На сегодня Принесите Бумагу И Библию Чтобы научились Открывать все места Которые будут названы Все Смотри Комбайн он не развалит Будаев Чешется Чешется Завтра Не 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 Третье Так А Не 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 Продолжение следует...